Всем привет! Вы на канале Артика Рядом. С вами я, Андрей Николаев, гид-проводник в Нейтском автономном округе. Сегодня я хочу рассказать про модернизацию лодки RealCraft, но не совсем модернизация, а про маленькое такое, как бы сказать, гаджет, который я стал использовать на своем катере. Это лебедка SeaPro и якорь Брюса. Я буквально вчера установил, закончил установку. Мне пришлось тут немножко повозиться. Я не стал мудрствовать, поставил ее, лебедку, так как она, в принципе, и запланировала, как она и предполагает использование. Сверху палубы. Мне пришлось убрать люк, но это как бы ничего страшного. Я тут проклепал все, поставил на болты, усилил. Ну и хочу поделиться именно своими впечатлениями о данном гаджете. Как я уже сказал, лебедка предназначена для установки на палубу. Она имеет вот такой пластиковый корпус. Здесь есть кнопка управления. Вот так сбрасывается якорь. В данном видео я протестирую якорь, покажу, как он входит в грунт. Третий элемент, не менее важен, это роульс. Вот я купил такой роульс из нержавейки. Роульс с качелями, то ли данный роульс, позволяет сбрасывать якорь автоматически. То есть, вот таким вот образом. Якорь сейчас не сбросился, потому что здесь, на рейлинге, я установил при помощи вот такого, как бы сказать, вот такой трос, который блокирует падение якоря. То есть, лебедка может, с ней что-то может произойти, электрика может там, не знаю, где-нибудь что-нибудь закоротить. Вот, и якорь может походу упасть. Чтобы этого не было, все здесь фиксируется страховочным тросом. Значит, как я уже сказал, данная конструкция состоит из трех элементов. Лебедка, якорь, якорь Брюса я использую, потому что мне нравится, как он ложится на нос лодки, мне это очень понравилось. Ну и роульс. Роульс с коромыслом, как бы сказать, качели такие, механизм, который сбрасывает якорь. Ну и плюс тросик. Значит, сразу хочу сказать, что мне очень понравилась комплектация лебедки СИАПРО. Значит, данная лебедка идет с кнопкой на корпусе лебедки. Данная лебедка идет с тросом. Единственное, что меня смущает толщина данного троса здесь на вид, это обычный репшнур. Вот. Но продавцы заявляют, что данный трос держит довольно-таки хороший груз. Якорь я подбирал, мне помогали в магазине. Значит, мы определили, что для лодки Реалкрафт вполне подойдет якорь 7,5 килограмм. Лебедка рассчитана на якорь 18 килограмм. То есть, я думаю, что, наверное, есть большой запас. Ну, жизнь покажет, все показывает практика, все выявляется в ходе ходовых испытаний. Вот. Поэтому будем надеяться, верить и смотреть, что получится. Значит, почему лебедка? Почему лебедка? Значит, а, еще забыл сказать очень важный момент, что лебедка СЕАПРО оснащена пультом дистанционного управления. Можно вывести кнопку, которая находится на корпусе, вывести в кокпит на место рулевого. Вот. Но также есть кнопка дистанционного управления. То есть, это небольшой такой пульт, я его позже покажу. Вот. Который, в принципе, у меня, он имеет держатель, и держатель закреплен с правой стороны возле рычага газ-реверс. То есть, в принципе, не выходя из салона, так скажем, да, не выходя из-под тента, мы можем сбрасывать якорь, поднимать якорь, убирать якорь. Что это дает? Это дает очень много различных возможностей. Свобода в, как бы сказать, в управлении, швартовке и так далее. То есть, мы можем, ну, в принципе, очень многое делать с дистанционным управлением. Это очень большой плюс. Вот. Давайте, давайте спустим лебедку, лодку на воду и попробуем лебедку на воде. Что говорить на берегу? Давайте все посмотрим на воде. Поехали. Поехали. Как происходит работа лебедки? Есть вот такой пульт дистанционного управления. Мы его включаем. Нажимаем кнопку сброс якоря. Якорь ушел в воду. Для того, чтобы якорь поднять, нажимаем кнопку подъем якоря. В конце надо немножко как бы остановиться и нажать один раз для того, чтобы якорь зафиксировался. Фиксируется якорь за счет того, что трос зажимается среди витков веревки. Вот и все. Все очень просто. Лебедкой можно управлять как с пульта дистанционного управления. Вот так он маленький. Он может просто лежать на панели и работать как блок управления. А может быть взят с собой, положим в карман, отключен. Также можно управлять лебедкой и кнопками из корпуса. Все. Якорь мы сбросили. Поскольку у нас глубина маленькая, якорь прямо на землю падает. У нас трос выскакивает с роликов. Кнопки на корпусе лебедки быстрее работают. У пульта дистанционного управления есть небольшая задержка. Вот поэтому надо привыкнуть к этому делу. Давайте посмотрим, как работает якорь Брюса. Попробуем его сбросить. Допустим, вот так вот якорь у нас упал. Он мог упасть как угодно. Но вот упал таким образом. Начинаем потравливать веревку. Пыль у нас начинает... Все. Якорь зацепился. О, лодка поехала. Лодка хотя и на мели, но поехала. Давайте попробуем сделать все то же самое, только на воде. Посмотрим, как это все будет происходить в реальных условиях. Не будем далеко уезжать. Сымитируем подход к берегу. Вот он, мой пульт дистанционного управления. Я подхожу к берегу. Зная, что здесь мелко у берега, довольно-таки далеко, выбираю необходимое мне расстояние и сбрасываю якорь. Якорь у меня упал под лодку. Мотор я немножко приподнял. Лебедка работает. Я подхожу по инерции к берегу. В принципе, мотор можно выключить, поднять. Лебедку я не фиксирую. Мне не нужно... Мне нужно дойти до берега. Дальше дело вступает в богор. Я отталкиваюсь болгром. Лебедка стравливает. Все, якорь застопорился. Все, я на якоре нахожусь. Вот. Я подошел к берегу. Теперь сымитируем ситуацию другую. Нам нужно уйти от берега. То есть, вот, все, я подошел к берегу, якорь у меня где-то там в воде. Вот. У меня 30 метров есть троса. Я подошел. Кстати, когда волна идет к берегу, ветер к берегу, очень удобно получается. Я подошел, я разгрузился, загрузился, забрал пассажиров. Пассажиры сядут, мне надо отходить. Я начинаю поднимать якорь. Лебедка, я начинаю поднимать якорь. Потихонечку. Лебедка вытягивает меня к якорю. Я уже могу опустить мотор. Я уже опустил мотор и продолжаю потягиваться на яхоте. Монор у меня уже в воде. Лебедка работает этими руками, потому что, скорее всего, стоит какая-то защита. Получилось так, что трос трос выпадает. Не совсем хорошо. Нехорошая ситуация. Завросим трос опять. Завросим трос. Вот сейчас у нас легкий ветерок И нас сразу закидывает обратно на берег Хотя ветер-то легкий, но лодка парус здесь большая Вот это я как раз хотел продемонстрировать Что когда нам надо отойти от берега И это проблематично Мы можем это сделать на лебедке То есть мы совершенно спокойно отошли Мотор прогрели И можем двигаться дальше Еще вариант использования лебедки Например нам нужно оставить лодку на воде Но очень часто пацаны Которые бродят по берегу Хулиганят, начинают заползать Что-то там делать Поэтому мы можем сделать следующий Маневр Лодка стоит у нас сейчас Зафиксирована, мы разгрузились Допустим Вот Якорь Делаем Задний якорь Мы заводим в воду А при помощи пульта дистанционного управления Лодку отгоняем подальше от берега Чтобы туда никто не забрался Поехали Таким образом лодка у нас осталась на воде До лодки сейчас без сапог не зайти Можно поставить лодку так Что туда будет и в сапогах не зайти Вот Ну этим самым мы Немножко Сокращаем шансы на то Чтобы нашу лодку Растащат Угонят Вот Какие-то люди Которые Ну Случайно Проходили мимо Ну понятно Что если кто-то шел Намеренно Это сделать То Он все равно сделает Ну вот таким вот образом По крайней мере От пацанов Которые хотят попакостить Мы нашу лодку защитим Не забывайте Стопорить якорь После того Как Вытащите лодку Ну или будете двигаться по реке После того как перестанете работать ребяткой Вот У себя я это реализовал следующим образом Вот таким То есть если Лебедка вдруг сработает На сброс якоря Якорь останется Висеть на Данном тросике Еще немножко хотелось бы сказать Про прицеп Точнее сказать Про то Как его настроить Как настрою его я Таким прицепом я пользуюсь впервые Он был Куплен мной В том же магазине Где и все остальное Лодка и мотор Вот Ну и я сразу заметил Что лодка-то на него не ложится Его нужно было поднастроить Итак Начнем Значит Передний упор Я поставил следующим образом Ну Что тут комментировать Тут все видно Если кому-то понравится То как стоит лодка у меня Просто делайте так же И все Данное расположение болтов Позволило Сделать так Что лодка Упирается в упор Вот Нормально Хорошо мне кажется Без всяких заморочек Что касается Вот этих Продольных полозов Не знаю Как они называются В принципе Ну мне это ни к чему Я их поставил Отпустил одно деление сверху Одно отверстие И во второе отверстие Я уже поставил Скобу Кронштейн Пододвинул В самый край Телеги Вот И лодка Стала вставать Как бы сказать Ровно Без всяких Без всяких проблем Направляющими В таком случае Выступают Крылья Телеги Вот И лодка Встает ровно Между крыльями То есть Одно отверстие Пропускаем Кронштейны Вбок До предела И лодка Стоит Таким образом Все то же самое С другой стороны Сначала я делал Наклон назад Но Сейчас Считаю Что это не нужно Для упора мотора При перевозке Я сделал Простую доску Вырезал в ней Два Таких Как бы сказать Ложа В первую ложа Ложится мотор Двигатель Нога А второе Ложа Сделано Для сливной Пробки При этом При таком Вот При такой Транспортировке Двигатель Не мотыляется Из стороны В сторону Не ложится На бок А спокойно В вертикальном Положении Едет себе На телеге Подведем итог Что касается Лебедки На данный момент Проблем Я никаких Не обнаружил У меня Есть сомнения По поводу Троса Но В принципе Трос Тащит Вот Ветром Меня Забрасывало На мель Пока Что-то Разворачивалось Пока Тут бегал Неловкий Вот И я Лебедочкой Совершенно Спокойно Лодку Стаскивал На воду То есть Бороздил На пузе Лебедка Тащит Значит Что касается Роульса У Роульса Большая проблема Это то Что Роульс Не держит На себе Трос Трос Стремится Соскочить С Ролика Вот И попадает Между Корпусом Ролика Корпусом Роульса И роликом Вот Дело Неприятное Я думаю Что Износ Троса Идет Что-то Надо Придумать Что-то Либо Может быть Сделать Какие-то Боковые Шайбы Либо Сделать Так Чтобы Трос Проходил Через Петлю Что-то Надо Думать В общем Тут Надо Что-то Фантазировать Все Всем пока Не вижу Ничего Всем пока Приезжайте К нам В Арктику Смотрите Как Поменялась Погода Когда мы Приехали Пошел Снег Тут же Он Растаял Тут же Вышло Солнце Потом Начался Ветер В общем Погода На севере Непредсказуема Еще Хочется Немножко Добавить Про Охоту Сегодня Куда Куда Устремилось Очень Много Людей Охотников Поохотились Очень Хорошо Добыли Очень Много Гуся Вот То же Самое Было В районе Как Сказать Нижнепечорья И Прибрежье Вот эта вся Территория Которая Как Сказать На Ну На На данном На данном Направлении Находится Так что А так Делайте выводы Про погоду И про охоту Всем пока Увидимся Где ты